всем доброе утро хорошего настроения кто завтракает приятного аппетита а я инста папа и бренд шеф студии вкуса лофт денис мрачковский приготовить вам сегодня классное домашнее блюдо да кстати идею для этого блюда я посмотрел у тебя поэтому тему рассказывай комментирую как это будет правильно называться ребят мы сделаем вот как правильно называться я не знаю но это будет пицца пицца которая делается на сковороде берем лаваш целый нам не понадобится берем половинку есть у вас большая сковорода возьмите целый режем его соломочкой в это время я пока обжарю шампиньон и ветчину на самом деле как бы по начинке как я понял здесь можно поэкспериментировать в любую сторону все что у вас есть в холодильнике вы можете туда так сказать закладывать смело обжарили у нас сегодня шампиньон и ветчина немножко помидорки а без помидорок вообще никак и вот так вот порубим соломкой лаваш добавляем помидор и предлагаю чуть-чуть посолить давай согласен буквально немножко присолим немножко сахара то что таки мы используем томаты и принципе чуть-чуть схватилась я предлагаю убирать и уже делать на сковороде если нету двух сковородок можно просто выложить это в чашечку и и пока обжарить все остальное масло льем как куда куда мы без масла ребят теперь выкладываем наш так сказать лаваш порубленный и чуть-чуть дадим ему обжарится тем временем подготовим нашу жидкую начинку то есть возьмем 3 яйца если сковорода побольше можно и 5 и 6 6 6 есть совсем большая сковородка то можно и 20 ну да если вас большая компания вы хотите их удивить простым блюдом то проще некуда сразу будем добавлять или вот давай попробуем так как ты это видишь я на самом деле вижу так что я хочу все сразу замешать и сыром как бы ну и соответственно добавить немножко майонеза у вас есть именно это править как бы давай так и сделаем лаваш сейчас обжарится слегка буквально ложечку достаточно на за щепотку сыра то есть на 3 сама где-то грамм 60 взяли сыра этого вполне будет достаточно берем ложку перемешиваем и давайте замешаем ребят если вы не вот явный ярый противник майонеза ну добавьте сметаны готов прожарился и сейчас еще маленький буквально на распределю его там еще буквально ему надо чуть-чуть но обжарим как я понял для того чтобы он схватился был хрустящим и не размок от наших ингредиентов да да сюда можно даже нами еще и сливочного маленько добавить куда-то сливочного вот немного для вкуса не ну на самом деле скажу так именно где присутствует яйцо там должно быть обязательно сливочное масло так ребят это не я придумал ты пол поль бакюс а я прям чувствовал что надо масло добавить сливочное было ощущение чего-то не хватает кстати я готовил это блюдо на тик токе она набрала там 125 тысяч просмотров буквально за неделю и люди это у себя сохраняли так предполагаю что готовим все это готово у нас сейчас масло разойдется как ты думаешь где его увидел все тебя на тик токе ну ладно вот хоть хоть что-то полезное я делаю в тик токе так раскладываем да 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 все заправляем все продукты отлично ну все же заливаем его рано она уже можно аккуратно все это надо распределяем ну а дальше ребят ну а дальше скажу так у меня кто-то украл крышку я опять воспользуюсь фольгой вы накрываете крышкой душа у всех дома должны быть крышки все буквально для вас это ровно одна секунда для нас 35 минут и так три минуты прошло нам пришлось засекать потому что сегодня нет крышки так открываем но готова единство что есть тоже небольшой секрет чтобы не каждому давно этим пользоваться не балуйтесь этим на кухне ну либо можно это просто в духовке как называется горелку обычная я понимаю карамелизация ли когда карамелизация либо если быть глубже сейчас происходит реакция маяра сушен как интересно у нас готова теперь остается переложить до вот это я понимаю вот это уровень предлагаю посыпать пармезаном согласен не имею морального права отказать чуть-чуть зелени добавим ну и остается попробовать пицца на сковороде готова давай пробовать да предлагает распорционировать здесь как раз на четверых вполне хватит да либо для нас двоих вот две половинки сама сейчас попробуем и поймем приятного аппетита скажу так такой вкусной истории нас двоих только делиться ни с кем не надо ребят на самом деле приготовили вдвоем с женой сели позавтракали у кого нет жены но с подругой в любом случае я думаю это будет вкусно и круто вкусно быстро готовьте ешьте ребят всем хорошего настроения на весь день спасибо что смотрите всем пока пока